Такая ответственная поездка, это не просто съездить в соседний район, вот такая каша заваренная, то есть и ребята свои планы подстраивают под меня, и соответственно хочется, чтобы эта поездка была максимально продуктивной, надеюсь так получится. Ну все, Гриша, заселился. Такси за мной подъехал, Гриша, привет, как оно, да все отлично, ребят все встретил меня Гриша, в общем привез он меня куда-то на первую локацию, я так понял это у него офис, там у него проходит планерки и вон там восседает, сейчас мы начнем его расспрашивать обо всех интересностях. О, ничего себе у тебя какой логотип огромный. Так, Гриш, это мы сейчас находимся получается у тебя в офисе, да? Да, это мой офис, снял я его, помню с тобой советовался нужен свой офис или нет. А я тебе какой совет дал? Ты мне сказал, что лучше в кофейне посидеть и решить какие-то свои вопросы, но у меня сейчас собирается штат руководителей, с которыми мне нужно где-то встречаться и обсуждать разные вопросы. Все уже наверно знают, что я пошел учиться, съездил на практикум, Высоцкий консалтинг, реклама у тебя приветствуется. Да, конечно, без проблем. Закончил. Мы еще там отметочку сделаем. Практику. По организующей схеме, да, я понимаю. Да, разрабатывали организующую схему, но когда прошел практикум, начал ее применять, ну что-то внедрил, да, но понял, что до конца я не смогу это все внедрить сам, то есть нужны люди, которые мне в этом помогут. Ну, то есть Высоцкий свою систему продаж отладил на ура, да? То есть он, во-первых, тебя заинтриговал на сто процентов и потом вселил в тебя уверенность, что самостоятельно ты это без них не сделали. Да. Не, ну это правильно, на самом деле. Ну, то есть не он, наверное, даже вселил, а я сам понял это. Потому что я понял, ну, когда мы разрабатывали эту структуру, да, я структуру-то разработали, все клево, все круто, но там еще очень много должностных всяких инструкций, не инструкций, не знаю, вот если те, интересно, я тебе даже могу, я тебе потом скину. У нас есть чат мебельный, да, где мы там с ребятами находимся, в том числе и Гриша, и я, и там было обсуждение, когда ты предлагал, скидывал логотип, ты хотел назваться, по-моему, грин мебель. Грин мебель, да, вот как раз тот момент, наверное, и можно, да, когда ты все-таки решил мебельная мастерская Бабич, вот это был какой год? Это был 2018 год, январь, 27 января, она даже после написано, как день рождения компании, 27-го нанряда 2018. То есть три года, не 30 лет компании, да, три года, офигеть, очень круто. Когда она, я назвался грин мебель, да, кто не знает, я учился у Архипенкова Юрия на тренинге, да, мы первый поток у него мыли, вот, и вот это название, как бы, грин мебель, он такой, что за зеленый, там, мебельщики что-ли будет, а я, как бы, я же пограничник, мы с братом его пограничники. Ассоциация, да, вот, них ассоциация одна, да, геройская какая-то, другая, другая, да, я вот помню, как раз в чате было обсуждение, Юра расклонил тебя на то, что давай про это Бабич, конечно, ты еще сомневался, блин, думаешь, а зачем, ну, фамилия, не фамилия, ну, это как раз вот эти вот разрывы шаблонов, да, вот, где все стилы типа, не было, да, раньше никто не называл, сейчас вот в Ярославле заходит, ну, заходишь там в группы, да, мебельные, и там всех, ну, фамилии, фамилии, все стали звучать, ну, стали звучать фамилии, все начали показывать себя. Мастерская, да, 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 да. Друзья, далеко ходить не нужно, я вот, например, вчера, когда из аэропорта меня везла девушка, я говорю, приехал снимать у вас мастера, мебельного мастера, Бабич, она говорит, о, да, я от одного из своих клиентов слышала эту фамилию, да, то есть, понимаете, садишься в такси, и о тебе говорят такси, то есть, говорят не о проблемах каких-то, да, там, всероссийских, там, Путин куда-то приехал, а говорят о Бабичах, вот так надо работать, понимаете, причем с 18-го года. Про императора, можешь это вкратце, это вообще откуда такая история, что за император такой появился у нас? Мы когда в Сочи, в Сочи ездили, помнишь? Да, да, да. Я, кстати, прикреплю сейчас ссылочку, это попало до фильма. Да, про тебя фильм, когда как раз Юра Хакипенко, как же, да, ездил снимать, и у нас там такая мебельная тусовка в Сочи была. И там как-то мы пошутили вот на эту тему, и предложили мне, сделай хэштег мебельный император, я что-то там как-то так пошутил, удачно или неудачно, не знаю, и как бы вот так вот. А что бы и не сделать, а он взял и сделал. Слушай, Гриша, вот получается там мебельный император, мастерская Бабич, 18-й год, вдруг появился, непонятно откуда такой мебельщик, да, сталкиваешься с каким-то хейтом, да, не со стороны именно заказчиков, да, это отдельная тема, а вот именно со стороны там коллег, конкурентов. Я к этому абсолютно спокойно, да, отношусь. Есть одна фраза очень классная, которая мне вот сейчас близка, собака лает, караван идет. Просто 4 слова, они такие емкие, и их так часто можно вот использовать в нашем мире, да. Я приехал в Ярославль в 18-м, ой, в 15-м году и устроился в компанию работать сборщиком, там, за буквально 3-4 месяца я перерос уже в заместителя начальника производства, ну, как бы, замещал. Потом уволился оттуда, потому что там немножко мы не сошлись деньгами, мнениями и ожиданиями. Обычно, знаешь, когда приходят, вот тебе устраиваются, а что ушел, спрашиваю, да, там начальник, козел там, да, и пошло, пошло, пошло. Не, не, у меня, кстати, я могу сказать такую вот вещь, да, ну, наверное, если кто-то смотрит из сотрудников это видео, я могу сказать со стопроцентной уверенностью, где бы я не работал, меня везде звали обратно. То есть мы увольняли, ну, я увольнялся, да, везде, отрабатывал все, ну, единственное, единственное, ну, было здесь вот в Ярославле, единственная компания, где мы разошлись по-плохому, как бы, друг друга не поняли. А так везде, за все время работы вообще, что я работал везде, меня звали назад и говорили, Егоре, приходи, мы тебя ждем. То есть, что в государственных, Роснефти там, ну, я вся показал, как хороший сотрудник и не было такого. Ну, я никого не виню, все начальники хорошие, все, у всех свои там. Я думаю, что вот этот момент, он зависит, скорее, даже не от того, насколько хороший ты мастер, да, а от твоих личностных, да, качеств, потому что всегда нужно оставаться в любом случае человеком. Если, например, вы расстаетесь, всегда нужно расставаться по-хорошему, потому что какой смысл, там, какой-то ругань, да, делить что-то и так далее. Потому что, ну, как говорится, да, земля круглая, все мы можем еще, ну, непонятно, что будет дальше. Так, Гриша, это у тебя тачки сотрудников, смотрю, просто номера все разные, да? Да. Интересненько. Это Ярославская область, Республика Чувашия, Архангельская область, с Архангельской, видишь, даже две. Я так, кстати, с Архангельской, если что. А, с Архангельской? А сколько километров отсюда? Тысяча. Тысяча километров? Это, я так понимаю, цех. Слушай, а вот эта вот форма, да, вот такая вот своеобразная, она никак не препятствует, потому что, получается, платишь за форму по полу, да? Ну, точнее, за квадраты по полу. Ну, меня устраивает. Мы сейчас зайдем, мы сейчас зайдем, посмотрим. Гриша, давай по порядку, представь, что мебельщикам интересно посмотреть, каким образом должно быть устроено производство, ну, чтобы оно было работоспособным, так скажем. Вот, представляем, к вам заказчик обратился, уже прошел заказ в работу, да, все, в производство. Кто-то там заказал материал, ну, до этого мы еще дойдем. Вот материал приезжает, он приезжает, я так понимаю, вот с одной, вот с этой стороны, да? Я просто хочу сказать сразу одну предысторию. Смотрел я фильм про Макдональдс, основатель, по-моему, называется. Да, да, да. Вот, смотри, в голове у меня появилось такое, что нужно сделать такое производство, знаешь, как там вот, ну, помнишь, наверное, смотрел. Ну, оно, что называется, эффективное, да, чтобы лишних шагов не было, чтобы там, вот эта булка, если начинает здесь движение, чтобы она лишних вот этих метров не делала, да, а чтобы пошла по кругу и выдана была. Так получилось, что я, как бы, ну, всегда об этом вот мечтал, да, чтобы вот именно все было по цепочке. Имеешь в виду, что с одной стороны может выйти доска, а с другой уже изделие. Это то, что надо. И, короче, ну, вот мы сняли этот ангар, тут все было завалено, мы все расчистили здесь. И получается, что вот сделали такое производство. Ну, давай зайдем в него. Да, давай, смотри, расскажу, как у нас все происходит. У нас приезжает машина, сзади устает, ребята разгружают. Ребята разгружают, ставят сюда листы. Вот, листы все подписываются сразу, чтобы, наверное, многие знаете, да, что, например, у нас беда была раньше в чем? В том, что, например, надо нам лист какой-то, да, и мы не знали, нам было все перебрать, чтобы найти. Ну, это у всех практически милищиков, да. Мы ввели то, что, когда принимают листы, обязательно каждый лист подписывают. И даже у нас сделано таким образом, у нас раньше там бывало, да, тут подпишут, там подпишут, так вот. Чтобы в одном месте было? Да, сейчас у нас идет все в одном месте, то есть, ну, как бы стараемся. Конечно, вот эти обрезки, их же не сделать, да, в одном месте, потому что они где-то больше, где-то меньше. А вот сразу, не отходя от кассы, что называется, что с обрезками делаете? С остатками... При таком объеме вот так не составишь их бесконечно. Да, мы их, ну, какие-то маленькие, которые не нужны, мы выкидываем, да. Недавно мы приняли участие в благотворительной акции, и дедушке-инвалиду мы сделали мебель из остатков. То есть, также у нас там есть тубаретки у нас наделаны. Дальше. Ну, вот, значит, материал приехал у нас, мы его составили, подписали аккуратненько. А дальше пошел. Еще есть такое. Так, ты решила, что хочешь показать интересное. Да. У нас собственная котельная. О! То есть, можно регулировать температуру и так далее. То есть, у нас собственная котельная. Да, это тема. Да. А это, получается, котельная, она, ну, то есть, вот эта печка, она от арендодателя, да? Да, 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 она на газу. То есть, на отопление у нас уходит где-то в среднем зимой тысяч семь-восемь тысяч. Ну, то есть, приходила приемлемо. Да. Газ – это что-то неведанное для меня, как для жителя Сибири. Знаете, да, этот поток, сила Сибири, вот эта вот красивая реклама. На самом деле, эта сила Сибири проходит в аккурат мимо нас, и в Красноярске нету газа, представляете? Мы, если хотим газом воспользоваться, то мы пользуемся баллонами, по-каку. Национальное достояние. Дальше у нас идут листы на станок. То есть, станок у нас, у нас был китайский, раньше станок куплен. Мы его продали, взяли булушный СЧМ, вот, и потом СЧМ поменяли вот на КДТ. И, кстати, станок, в принципе, неплохой, с сервоприводом, правая линейка с сервоприводом. Сейчас покажу преимущества. А, что, лайфхаки? Ага, давай. Так. Да, Гриша мне говорит, а есть 10-рублевая монетка? Я говорю, нет, нет. Хочу показать лайфхак. В общем, нашел он эту монетку, сейчас нам будет что-то показывать. Да, дожди. Интересно. Прикол в том, что с сервоприводом, станочек, и правая линейка, она вообще точно... То есть, ты выставляешь сейчас размер, да? Нажимаешь на интер, и линейка сама двигается, и при этом посмотрим, насколько она деликатно обойдется с монеткой, что называется, да? Вот монетка. Да, ладно. Просто монетка осталась на месте, ты сейчас вернешь линейку, я так понимаю, да? Офигеть, друзья. То есть, ну, это, да. Такая интересная штука. Слушай, ты точно тут кухни изготавливаешь? Ставится сюда электронная рулетка, но ребята не любят, не пользоваться, да, вот, которые двигаешь и там показывают, они привыкли все-таки поставить. То есть, левую, все-таки, они ручную используют, реально удобнее, да? В будущем мы сюда хотим повесить компьютер и поставить... То есть, именно с этим же, да, форматиком? То есть, он позволяет навешивать на себя дополнительное оборудование? Да, нет, просто поставить базу симулятора, и, как бы, эти детки будут наклеиваться на ту деталь, которую надо, и там будет уже размечено, где кормить, где не кормить и так далее. У нас, ребята, сейчас, знаешь, это, берут этот скотч, вот, по поводу того, чтобы отдирать-то удобно было. Берем малярный скотч, нарезаем и подписываем детальки, то есть, так, примерно. Да, если это сделать в базе, в базе, это же, да, все круто. Все, дальше деталька идет, да, идет по цеху. На поклейку, вот у нас. Это, это работа фрезы или у вас есть какой-то метод? Вот фрезы. Фреза. Ручной фрезерный. Да. Так. То есть, это криволинейный станок, да? Ну, не раз. Никому не. Не нова. Станок поклеечный, с притуговкой. Показать, как работать притуговкой? Давай. Выси и миниси. Вот в чем преимущество этого станка, да? Деталь, например, у нас упала, получились сколы. Давай, покажем. Все, сколы зафиксировали. Это мы сейчас объясняем, в чем смысл при пуговке, если кто не видел воочию, да? Вот у нас сколы получились, набрать деталь упали там. Или там, вот. Да, получились сколы. Или просто ломтиком вместо форматника, да, сделали детали? При пуговке снимают 2 миллиметра. Так, походим на промоку. Так, походим на промоку. Ну, в сторонах сколы были. Очень, конечно, круто. Слушай, а фрезы вот эти, ну, то есть, вот этот припуговочный узел, он частой замены фрез требует. Но они затачиваются, видимо, да? Вот, всего у нас на станке... Это пробег, что называется? Да, 75 тысяч метров наклеили. Где-то на 70 мы, наверное, фрезы меняли. Но они не затачиваются, они прям меняются просто, да? Не, они подтачиваются, но мы второй комплект купили. Сколько стоит комплект? Стоит он, там, под сотку, что ли. Но мы купили у Саблина, потому что он продал такой же станок, и у него стали фрезы подешевле, да, просто купили, и все. Ну, стоит он того, как бы, отрабатывает вот станок? Да. Станок именно с припуговкой, да? Конечно, стоит. Да, смотри, у нас была такая ситуация, мы установили мебель, заказчик нам пожаловался, что вся мебель в сколах. Мы раньше скромили вот на этом вот станочке, наручном. Вся мебель была в сколах. Ну, мы делали мебель, да, и никогда такого не происходило. Ну, люди не жаловались, вроде все было нормально, но тут, наверное, опять же, этот сыграл, ну, фактор такой, да, фактор сборщик попался. Да, да. Потому что остальные делали все нормально, а у него была причина, потому что оборудование плохое. Ну, на этом грунте, на самом деле, хорошо, наверное, не приклеишь, да. И я принял решение купить станок, то есть я взял и купил станок. Ну, на то время он стоил 1,2 миллиона. То есть, грубо говоря, появилась проблема, да, сразу ищешь решение, и, соответственно, эту проблему исключаешь. Знаете, друзья, это из философии ЛИН, ну, или из философии бережливого производства, вот по поводу проблем. То есть, именно, если возникает проблема, она должна быть решена таким образом, чтобы к ней больше не возвращаться. То есть, это часть философии, вот этой, знаете, тойотовской, что называется, она называется ЛИН, или философия бережливого производства, можете гуглить, приобретать там книги, это все подробно описано. Да, я сейчас прочитал книгу «Бережливое производство». Бережливое производство, ну. тяжелая но прикольные осилил да 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 старший отвечу тут у нас ребята переодеваются и она такая мини-столовая у нас это комната для персонала да да они здесь переодеваются как бы тут пообедать так у нас есть столовая здесь чай попить еще что вот я смотрю да пока вот этот скот ангарный до котором мы говорили то есть он пока я не вижу чтобы он каких-то дискомфортов доставлял там вообще батарея находится тут же стол соответственно этот угол он такой достаточно небольшой опять же до решение проблем у нас была проблема как куда грузить мусор да я купил бар 5000 бак и сейчас вызываем ну там у нас бак копится потом вот этот ящик да и обрезки он там узкие то есть мы вызываем машину один бак стоит 300 рублей мы 31 бак стоит 300 рублей афигеть нам 900 рублей мы выкидываем все мы поставили столешницы сюда таким образом короче лестница стояли вот так же это неправильно кстати ребята потом переставят потому что их надо стать и не их не посмотрим а вот здесь вот сделано вот то есть у нас опять же подписано до артикул и размер то есть нужно столешница мы смотрим спецификации на 1200 нужно там название любое то есть мрамор карара там хуэн там 1000 на 1200 постреливая есть еще мы и отсюда вы дергаем ну и плюс что ее легко выдернуть любую столешницу фуде ну а если бы когда они стояли у технология это надо все столешницы перелопатить чтобы достать последний при этом нужно чтобы какой-нибудь это такой паренек здесь вот так стал уперся да и это вася ты держишь точно если держишь его такого надо знакомая тема слушая вот компрессор ничего не жалуется он что у вас вот здесь стоит именно в пыльном нормально нормально он старый то есть он закаленный он это привык до несколько кухон сейчас производства да как каким образом мы заказываем у поставщика например у поставщика все пришло на заказ она ждет там до например надо нам три кухни мы три кухни сразу отгружаем то есть сюда приходит здесь лежит только три кухни нет но того что 10 кухон там в данном случае вот то что у поставщика это ждет это связано с тем что вы все-таки ну взаимоотношения у вас таких хороших поставщиком более-менее да как или нет в принципе у них ну то есть позволяет на тогда там более меня не могут ну мне кажется многие могут так вот договориться с поставщиком и нет проблем потому что под заказ они практически все будет то что я по себе знаю и как бы некоторые вот коллеги тоже говорят что иногда взаимоотношения между поставщиком и вот мебельщиком они складываются знаете как вот барин и холоп что называется один другому должен хотя на самом деле мне кажется поставщики они очень сильно ведь зависят тоже от мебельщиков потому что именно мебельщики они с конечным потребителям взаимодействует это что будет у поставщика непосредственно продаваться будет зависеть первую очередь от мебельщика а в большей степени даже от того человека который едет либо на замер либо дизайнер да предлагает я потом все равно с юрой наверно подниму тему да обязательно мне ну по сути когда я начал открываться мне юра дал денег скажу так в кредит на первые станки я недавно с ними только расстался ну хотя мог давно уже так у меня как бы по 14 500 платил три года и платил вот и в принципе он мне помог и сейчас он получает от этого некую прибыль то есть он по сути вырастил для себя клиента да это тоже это тоже технологиях все вот эти вот моменты каждое маленькое улучшение это все отдельной технологии таким точно нельзя пренебрегать хотя казалось бы смотрите вот мебельщики можно же просто приобретать там в леруа мерлен держатель да вот такой пластиковый он стоит скорее всего там рубль 50 и у нас кстати мы не приобретали у нас осталось даже осталось реки просто прямострять или потому что очень часто бардак остается вот именно в цехе из за того что они даже не потому что там лень прибраться да потому что так подметь а подмести где там вене а ладно завтра подмету типа такого просто непонятно сам видишь на порядок да да ребята мне там говорили что они готовятся к моему приезду шучу шучу самом деле никто здесь не знал гриша же всякие stories и прямые эфиры постоянно ведет и мы видим что все примерно в одной рабочей атмосфере обстановки происходит все действительно по своим местам у нас была проблема да то есть ну наверно многих проблема допустим собирается кухня там ли шкаф-купе да и сборщиком непонятно что делать многие датка бывает начальник узнать как как тут этот узел собрать этот ящик как он собирается я не понимаю так сделали мы каким образом мы поставили сюда компьютер то есть сейчас на сборщики не коллегу к начальнику производства не ходят не спрашивают как этот ящик собрать или как год они просто заходят заходят там например номер договора до ищут в папку папочку номер договора там допустим давать 12 20 и да вот открывать их техническую техническую папку то есть они отсюда ничего не могут удалить они могут на этом компьютере посмотрите все они заходят технологу и допустим внешний вид размер ну могут например открытом сборку стен нижнего яруса да и посмотреть любой ящик из чего он состоит собирают как собирается узел до подмойкой вот он все есть то есть они взяли распечатали сходили взяли на принтер туда и спокойно разбирают никто никого не отвлекает соответственно для сборки вот этого элемента не не нужно привлекать там всех всем вышестоящие там возвращаемся к тому да как мы проблему решаем мы мы решаем не так раз и навсегда раз у нас на всегда люди вот еще тоже интересная штука олег придумал да это как бы типа графики не графики но это зеленые точечки это например у нас сдается кухня и на нее есть план если если все по плану то зелененько ланда в плану уложился по зелененько если где-то что-то там заболел про ну там не за поздно на работу пришел не вышел или ну покой другой причине он не изготовил кухню по плану ставится красненько ну кстати вот философии бережливо производства там не точечки красная да там флажки полном зеленые и красные обозначаются то есть если на каком-то участке нужно вмешательство более-менее срочно если там что-то гореть начинает ставится красненький флажочек как только проблемой исключена ставится зеленый флажочек значит здесь все по плану у них там по-другому немножко ну да конечно у них время потом мы к этому идем какой-то отжившие себя где-то в каком-то офисе до стоял это нам подарили наши постучки fdm видим на то есть fdm в fdm мы еще съездим тут лучше она нигде столешки оказывается ничего не пропадает сделан такой мини-офис сидит конструктор и за всеми наблюдает за всеми наблюдает и он делает вот именно в базе работает второй тут конструктор скоро будет сидеть но у нас вот пока он один и два нового все как конструктор зовут егор 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 не тесно здесь не хорошо он же сидит и танцует сколько у тебя ангар флопа площади 540 540 ну вот видишь еще плюсом да вот целая комната еще плюс 10 квадратов добавили думаю что то есть а вскоре мы переедем там где у меня офис а офис далеко отсюда шоурун то да нет сейчас мы курс ездим олег хотя не производство да так здесь твоего стола нету да я так понимаю здесь так смотрим сразу начать все рынка а давно ты пользуешься битрикс24 офис продаж наружи месяц пользуются не или полтора да а до этого ты пользовался как лет мы первый раз пытались внедрить наверное полгода они полгода назад но были не мне готова рано мы не осилили потом к нам пришла вот я нас трудиться она более-менее в ней работала и как бы получается что пошло потихоньку и график монтажей график монтажей он так от руки он динамичный да то есть если что там смещается да у нас еще параллельно в google таблицах идет каким образом вы распределяете то есть известно заблаговременно когда он уже поступил в работу или вы вот ты перед фактом например сегодня распределяете завтрашний день там завтра распределять и у нас у нас изделие готова олег отписываться в группу телеграме что изделие готовы и потом уже девчонки дизайнеры созваниваются заказчиком и говоря что у вас ваши ваш заказ готов у нас как сделано нас перед отгрузкой доплату полностью вносит заказчик ну то есть если ни рассрочка то есть заказчик должен приехать и уделить либо на карту перевести то есть заказ полностью оплатили и за монтаж доплачут они по факту монтажа только за монтаж то есть и кухне полностью оплатили мы везем как как в эльдорадо телевизор покупаешь сначала оплачиваешь потом доставку до склад такой мини склад потому что ну как как я говорил дауд удобство в том что все вся фурнитура лежит именно на самом деле вот что определяет сразу до организацию когда атмосфера атмосфера она всегда чувствуется когда ты заходишь организацию вот реснички вы сейчас были выдающие атмосфера было что надо делаем бирки базис бирки в базисе чертите у вас получается боимся сделать наклейки но они не отрываются на другие это такие адские наклейки до которого на фасадах производители делают и потом непонятно что с ними дело есть эти наклейки не нормально отрывают тоже точно не рассказывал тоже организация решили заняться наклейками они занимаются короче этот делают изготавливать мебель для детских садов короче они ну не все чипу все автоматизировано они приехали и говорят мы установили там например заказ до увезли с утра игра там в два часа все у нас уже готово заведующая складом говорит молодцы все нормально отклейте пожалуйста наклеечки и они на два дня до 6 вечера наклеечки отмывали вот эту вот на самом деле меня как мебельщика всегда поражало беру получаешь эти фасады да и ты начинаешь просто но отдирать от фасада что человеку все равно ты не оставишь наклейки все эти некоторые они про они куда они просто не отдираются его что с этим делать то есть получается вот этот поставщик фасадов производитель он работает там всю жизнь с этими наклейками да и неужели никто не жаловались но это такая стена через которую не пробиться что наверное неужели нельзя этому решили им пофиг и без разницы короче не ломай пока работает да не конструктор самый главный слушай у тебя кто не зайдет все самые главные знаю но атмосфера говорит сразу чувствуется такая доброжелательная сборочный цех оттуда заготовки попадают сюда и ребята здесь играть очень много столов смотрю кстати да сборочный стол очень удобно у меня брат сейчас на больничном пока вот и так у нас работают раз два три 4 5 человек сейчас у нас все приняли решение так давно до что у нас все детали по умолчанию кроме по кругу по кругу понимаешь до полки которые даже то что закрывается она тоже кроме тоже тоже кромиться все у нас сейчас будет все кромиться даже вот эти вот аргенит руку все-все-все приняли вот эти элементы они конечно это мы всегда кромили до этому всегда мы приняли решение сейчас мы вообще все все полно уберешь детали и полностью по кругу кромиться и там уже сервис или что хоть делать по по возможности сейчас пытаемся сделать так проводить замеры так чтобы вот это все выпиливалось уже здесь цехи ну соответственно чтобы можно было и кромку нанести чтобы сумма красиво да мы даже если выпиливаем на на монтаже то все равно у нас такой есть п-образный белый кант мы его проколачиваем приклеиваем чтобы было все красиво вот видишь да тут уже будет примыкание но все равно закромлено я честно признаюсь пока я в самолете летел думал какие вопросы может быть которые приходят в голову задавать они такие более-менее абстрактные что называется то есть ты часто технологии показывать один из вопросов я там записал себе почему клиенты должны заказывать у тебя на самом деле я так понимаю в концу дня я этот вопрос будет просто не актуален потому что я сейчас вот иду ну то есть меня такие моменты удивлять это на самом деле то что сам клиент скорее всего и не увидит то есть этот момент скромка он даже не поймет и не большинствует но я понимаю что заказывать мебель надо у бабича шуми конечно ты же работаешь кстати на последней планерке я отмечал василия пойдем василь помнишь я тебе говорил про человека который работал в адидасе и он говорил что с адидаса люди вот такие вот выходят какие-то адидасовец привет я я тут прекрасно планерки говорил что с адидаса ну ты говорил что в адидасе самое лучшее выходит я думал что почему так происходит на этом культура компании такая так построена что вот человек созидаться пришел лучше без опыта но начал так работать мне кажется он через месяц переплюнуть любого бабича да не на самом деле я думаю что здесь очень сильно от людей зависит потому что то что люди работают в адидасе и там они какие-то особенно да нет конечно не да ну мне кажется у него сейчас жена тоже приходит камеру будет тоже на солидатом на чаром будет работать 1 1 впечатление ну все нормально адекватные люди мне такие нравятся есть у нас конечно профессионалы которые так сказать слишком большими профессионалами перед профессионалами надо считать себя умнее всех и они большинство у нас уже не работает до которых имеем всех да они их жалко терять но вот и как будет проделать профилактическую работу куда то есть ты считаешь это все таки но решаемая проблема или в большинстве случаев лучше отрезать лучше отрезать гангрена пошла друзья если кто-то работает сейчас мебельной мастерской бабич пожалуйста имейте ввиду что есть вот такое мнение не зря работать вы здесь остались но торцовка про которая говорил это первый торцов а это это которая замена сейчас идет как раз блоки и локи 304 это вот слушай но новое они конечно технологии у них интересно мы кстати вот являемся официальными представителями нового ареста в красноярске у нас открывается офис и такая своеобразная технология вот перед у них конечно шикарный но если назад лучше не заглядывать да потому что у нас иногда бывают просто ареста мы же ну как бы бариста до в обычной двери вставить вставляешь десятку мы делаем 16 фрезерован да и вставляем штатство и люди иногда бывает докапываются почему там опилки видны я думаю если они сюда загляну все ужаски происходит ну да это лучше сразу прямо это рассказывать описывать да саморезы будут через каждый 5 сантиметров и так далее и хранить лучше внутренние вещи такие текстильные до что-нибудь железо железные бетонные и перешли готовым заказом шарики у нас остались после нового года новогоднего слушай на выступал да 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 я ставлю кстати к этой картинке тут вы получается ставили сцену до сотрудников тут собирались и у вас прямо выступала поступала к это это же было пик пандемии что называть там все я короче ну как получилось я на прошлом корпоративе пообещал всем что следующий корпоратив у нас пойдет в цехе нет особенный нет что следующий корпоратив у нас пройдет в каком-то заведении а заведение все были закрыты мне пришлось здесь заведение сделать слово держал здесь прямо изделия которые уже не нужно не докручивать ничего можно просто подгонять машину и загружать и он мы видим следующие ворота это уже выход из ангара то есть отсюда выходит готовое изделие да я не знаю как бы для меня ну как бы вот вещи да некоторые для меня обычные обыденный я не могу много чего не рассказать то есть очевидно вот например у нас есть такие ларика кида как бы для нас это очевидно есть у вас такое нет знаешь для чего это надо сделан для того но это прихожая ладно давать кухню возьмем там побольше наверно у нас была проблема да мы забывали а что-то например в этом в цехе цехе нас до стяжки для запилы вот эти они же как бы получают и они с ними ничего не делают и очень часто бывало что не забывали и по по ходу действий дать что мы забыли мы сейчас сюда вписываем то есть сборщик должен поставить он должен пробежаться по этому списку да 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 что мне ничего не забыть то есть ну такая тоже фишка у нас сделан тоже олег придумал прикольно вместе вместе придумывали вот и есть у нас много таких фишек я просто не знаю как рассказать потому что для меня это уже как бы уже все переименовываясь из раз купе в бабич мастерскую круто круто от производства у меня прям это только положительные впечатления очень круто я воодушевлен вдохновлен и поражен также тут ну вы пытались сделать мои столы чтобы они были передвижные вот это например штука это все передвижная то есть ее можно можно откатить у меня желание тейда куда-то что-то опять же берегливый производства там даже если кто изучал это эту тему там даже станки нужно переставлять но у вас если что для этого рухля есть мило раз и переставили проблем пока вроде не на пушнике площади про кухню вот ты говоришь затопленная кухня то есть она на переделки до или что до обратилась заказчица горит у них затопили кухню то есть попросили меня переделать там некоторые детали то есть со второго этажа там за качество соседи платят да ну там просто все утонуло это вот шкаф с балкона эта кухня ну вы соответственно посмотрели и поняли что там несколько шкафчиков то и не получится да да тут каждая деталь она разбухшая то есть я говорю если вы готовы мы можем поменять который видно они говорят да нет они кухню за 300000 до покупали кухню и говорит мы не готовы жить чтобы в этой кухне там знать что там где-то жена разбуха там что-то давайте менять полностью вот мы полностью переделал кухню то есть мы разобрали сняли фасады например остаются фурнитура вся остается мы ее переделаем то есть мы могли бы сказать нет давайте новую я сто процентов знаю что мы но никто бы не взял ноги бы оказались просто до переделывать ну я я иду как бы навстречу опять же ставлю себя на их место и понимаю это еще поможет свойство да такое которое называется эмпатия когда ты разбираю ту или иную ситуацию встаешь на место другого человека и тебе соответственно принять правильное решение гораздо проще и совсем другая история когда ты действуешь просто по договору или по такой по каким-то сценариям до ну шаблоном что называется сгорел дом да ну извините ваша проблема затопила ваши проблемы и многие мои сотрудники это нужно ночью дома сидеть друзья вот прям сейчас можете на паузу поставить и написать вообще ваши впечатления ваши эмоции что вы думаете что у гриши не так с производством чтобы ему лучше нафиг от чего отказаться может быть что-то по-другому сделать или он все правильно делает прям сейчас поставьте на паузу напишите комментарий тем более это нашему труду совместному помогает плане продвижения и канала и видео вот ну и если у вас есть знакомые мебельщики там отправьте им это видео нас по-любому и полезно и я уверен что она интересна я по поводу ареста говорю когда мы демонстрируем до объясняем про шкафы шкафами в основном занимаемся и вот когда мы начали с арестовской системы работать вот эти колесики надежные я просто начал говорить что мы даем по сути гарантию на весь срок службы шкафа на раздвижную именно систему и звучит это здорово это не к вас гарантия два года мне кажется это вообще ни о чем когда говорят вас по договору два года дает если у вас что-то произойдет просто обращайтесь и все у нас ну тоже например здесь сергей да опять же начальник руководитель сервисной службы и он там например тоже иногда бывают моменты когда говорит срок годности уже людей вышел зачем мне ехать и переделать как это вообще связано как эти вещи связаны но срок годности люди же как бы используют это да 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 ну то есть пусть гранди отсылает да 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 мне кажется не не составит труда приехать там петлю поменять на стройму так едем шоу-рум это тот самый легендарный бабич мобиль которые фотографируют там на светофорах гриша расскажи пожалуйста вот эта вот фишка до который у тебя в соцсетях сейчас помню этого нету да а когда люди фотографировали на там на светофорах бабич мобиль был астана ты помнишь я в скидывал то я например еду зеркало вижу там девчонка вот так вот с спеть а там то получается какую-то скидку давал или людям уже просто по фану было дается фотографировать и сначала скидку давал а потом уже люди даже не заказывали просто фотографировали ну я сейчас часто вижу что люди фотографируют просто так за качество отвечаю и подписи и фотографии слушай это все такие моменты которые вызывают доверие то есть вот пожалуйста здесь лицо здесь лицо действием еще ром на это же не так давно да у тебя да это мы сделали ну как бы это у нас еще не доделано то есть мы начали делать это феврале наверно ну так уже конкретно мебель начали завозить и все все руля мы доделываем получается здесь вы непосредственно людей встречать вы каждого клиента старайтесь в офис через офис или есть например такие заказы которые вы просто едете на замер мы же делаем например в области не делаем на москву на питер и получается у нас бывают такие моменты там не у всех есть возможно они у всех здесь возможность приехать ласка на телефон как-то многоканально или он не она думала дикана смысла нет вообще не пирожки продали до полторы тысячи рублей переплачивать просто за это не вижу смысла и так вот получается клиент позвонил попал на девушку и девушка старается пригласить она замер сначала замер замер бесплатный по области замер предварительно нужен для того чтобы именно более четкая картина могла нарисоваться вот здесь в офисе предстоит потому что то есть когда присылают например у нас есть мебель допустим кухня бывает кухни по полмиллиона да возьми человека скажу что это кухня стоит полмиллиона человек это как вот эта кухня надо она допустим у человека в понимании она не должна стоит больше там 150 до опять же из чего нас кухня бывает это миллион а если по телефону скажет что она стоит будет миллион спасибо до свидания у нас как быть дизайнер в будущем я хочу разделить на то есть чтобы у менеджера и был дизайнер потому что это очень сложно сложно найти универсал совмещать но не все могут разговаривать дизайнер хороший то есть тут же уже менеджер он совсем по-другому мыслит и думает человек пришел и не вот сейчас заполняют договор через битрикс потому что договор можно заполнить руки мы делаем через битрикс чтобы это было правильно то есть там просто нажал на окей да да там бы паспортный данный запомнил окей нажал и распечатался и ну это этому надо научиться а вы оплату кстати не принимаете через битрикс пока нет ну блин там комиссия почти три процента до уносил нас на заваре на то есть представь столько человек да это ж такая ответственность многие же почему не растем да потому что боимся вот этой ответственности привлекаем можно и 100 человек конечно брать а сможешь ли ты их как грамотно обеспечить этой работы смотри у меня был момент да у меня у меня была возможность купить станки ну набрать народу еще куда станки и расшириться снять помещение площадь да и у меня возникла дилемма что мне делать не эти учиться или мне бы набрать станки и расширяться а как я могу расширяться то есть у меня сейчас растет хаос то есть я это масштабирование хаоса надо что виду не хаоса я не умею управлять ну по сути я же как бы просто был сбор всегда когда-то наш организовал это все больше я не могу то есть я могу набрать в рекламу денег бухать и могу называть очень много заказов но если не справлюсь друзья вот это на кстати иметь такую определенную смелость да или это мудрость но смелость первую очередь это себе признаешь что так здесь реально потолок дальше чтобы расти нужно сделать совершенно другие шаги это действие да вот в твоем случае ты увидел выход в обучении высоцкий консалтинг то есть они будут формировать у тебя организационную структуру всей компании чтобы компания работала как часики да я я обучаюсь не просто я буду обучаться у меня все руководители будут обучаться то есть у меня буду обучаться я еще пять человек то есть расти будешь не только ты да я деньги вложил не только в себя я деньги вложил людей которым я доверяю руководители кстати у нас есть библиотека то есть любой может прийти обратиться к марине запишет и выдаст книгу любую две недели слава то есть это библиотека именно в прямом смысле для тебя ты имеешь ввиду вообще кто угодно да вообще без разницы не закачивать любую человек алксиде та самая книжка я даже не вижу сам дорожного производства здрасьте здрасьте можно могу дать ей слово слово а вы получается 1с куда используете еще то есть помимо битрикс24 у вас еще 1с когда мы работаем в программе 1с вот меня как мебельщику и как многим наверное моим коллегам ну такого моего гаражного уровня интересно что вы можете делать в 1с ки именно вновь мебельной компании мы учитываем победу можно мы учитываем все наши доходы и расходы принципе в программу все поступления то все месяцы все расходы куда мы тратим до нас на себестоимость что мы тратим дополнительные какие-то еще у нас есть такие затрат вот мы все это фиксируем и в конце месяца подводим если с поступлением более-менее все понятно то есть вы получается как бы забиваете в вручную спецификацию дам делаем создаем спецификации на каждый заказ так получать смотри ладно поступление начали а вот мне больше интересует расходы как вы расходы получается забиваете по большей части вручную или как-то идете к автоматизации постепенно но в 1с мы выбиваем вручную а кто этим кто этим занимается этим я занимаюсь сейчас сейчас вручную разбивают мы хотим сделать так чтобы через базис милищик это все автоматически то есть когда конструктор делает проект там же специкация то есть он анализирует соответственно программа анализирует все расходы материалов и там количество фурнитуры все все видно будет подгружаться соответственно в 1с да да пока мы делаем это все вручную мы или именно по то что технолог нам расписывает спецификацию мы ее пока забиваем 1с на основании то что здесь спецификации указано кладовщик у нас закупает материал вот и потом если у нас есть такая привязка и мы смотрим все что пришло на какие суммы фасады пришли и кладовщику в принципе тоже так удобно будет смотреть на будущее пока она этого не делает этим занимаюсь я и все какие расходы у нас связаны с этим заказом это доставка грузчики там еще какие-то расходы дополнительные мы все это заносит в конце месяца у нас это идет распределение автоматически программа распределяет сколько дополнительных расходов зарплату также для того чтобы это все автоматизировать то есть нас высоцкого порекомендовали еще одну компанию где можно научиться управление финансовыми управленческий учет вообще в целом так у меня вопрос как у обывателя да вот саш скажи пожалуйста 1с к она большинство мебельщиков ведь ну на данный момент не не надо то есть я так понимаю его при с определенного момента только стоит внедрять да вот но в 1с к наверное нужно после того как вы научились делать все руками вести учет управленческий а потом это нужно сделать будет в программе но чтобы автоматизировать но пока нужно научиться это делать рука ну именно там excel или хотя бы блокно хотя бы блокно потому что google таблицы даже вот сейчас я пошла на нескучные финансы обучения и она мне говорит а вы что-то делаете автоматизировано в программе я говорю ну то что программа сама предлагает то я и делаю она говорит ну и хорошо потому что сначала нужно научиться руками это все высчитывать и понимать потом говорит лучше нанять программиста который вам это все что вы научились делает именно так если подытожим да вот именно применительно к мебельщиков в какой момент им нужно задумываться об 1с к то есть какого количества людей или с какого там оборота я бы сказал чем раньше тем лучше чем раньше тем лучше но подожди ты же знаешь что это такое ведь если ты например занимаешься там не знаю там тебе надо и замерить и 1 пили никакой денески речи не идет и там даже чеки-то собирать адекватно не не можешь не состояние это нужно сделать как можно раньше просто это возможно нужно сделать все-таки не в программе до программе нужно подойти потом уже попозже когда вы все наладили а вот именно в excel таблицах вести google таблицы нужно как можно учет вести обязательно обязательно потому что это может затянуться вот это вот откладывание а потом буду а потом потом когда ты нет причем потом когда ты сводишь да все эти плюсы и минусы до 9 кредита доходы с расходами ты понимаешь что оказывается все это время ничего и не зарабатывал больная фишка которые все на самом деле у нее обращает внимание это эффективность работы там есть такая так у кого это сто процентов арестовать себе можно самостоятельно ты не можешь это он зависит от задач просто у меня например мало мне ставят задач на каких-то из этого не такая эффективность повыше а вот например на производстве у олега у сереги умница дач много и они очень переживают каждый раз когда например цифру было не задать что он поставила ты это мне срок то побольше сделать чтобы они как бы смотрят на эту эффективность и возможно мы даже может быть дополнительному премированию придем именно по работам месяца по этой эффективности вот у меня вопрос такое более касательной семьи вообще не мешает то что вы как одна семья да не мешает это работе как-то общий или это наоборот какой-то плюс для разговаривали с экспертом с антоном да и он меня тоже спрашивала как вы там с александрой она же ваша жена нормально и когда он стал то есть я проводил интервью с сотрудниками записывал на диктофон и там говорил например вот александр моя жена да и с ней интервью проводил но саша не знала что я с ней по телефону саша не знал что я эту запись передам эксперты и он всегда жена так с вами официально разговаривать получилось так что мы на работе работаем то есть я руководитель она танцевать то есть если бы сотрудники не знали да вот сейчас они бы могли даже не понять работа работа нас наверно просто распределено очень хорошо что я занимаюсь именно финансовой частью и гриша всем остальным и грешен или нельзя и он когда он немножко возможно еще далек от этой всей моей работы слушай то может быть уже где-нибудь домик на оффшорах построен я бы у вас заказал кухню мне понравилось ребята поделитесь какой средний оборот ваша компания думаю это самое интересное среднемесячно если средний взять ну где-то с монтажами вместе потому что считаем там продажа отдельно монтаж отдельно где-то четыре с половиной до четыре с половиной именно монтаж ну то есть то что установили с 1 по 30 среднем то есть четыре с половиной 5 где-то 445 и при этом у вас есть какая-то специализация там разграничение или вы делаете практически любую корпусную мебель мы делаем кухнишки фукупы практически всю докупать из мебель вы даже своих заказчиков вербуйте да и у вас начинают они на нас работают никак не могут от нас отстать и то есть качество можно вопрос почему вот именно бабич я заказала шкаф детскую стройку другую комнату тоже под окном вот зацепила меня знаете что вот зашла это кто говорит что там руководитель на оставить из дизайнеров там еще будет это работать то знаете она вообще раньше работал на производстве по на повалянию валенок валяли валенки пожалуйста реальный пример просто девочка сама я хочу с ними работать пошла довольно пожалуйста атмосфера мебельный тут сам приятная атмосфера двигаться дальше закончился сумасшедший trip мы в аэропорту нижнего новгорода часа улетая уже буквально там через пару часов я тоже обратно и на бабич мобили в общем у нас там всплыло несколько вопросов мы сейчас гриши конкретно вопросы мы сейчас постараемся на них быстренько так ответить они достаточно просты на некоторые из них мы уже ответили в ходе выпуска поэтому некоторые пропустим просто так гриш там один из вопросов это как изменился твой бизнес после обучения у высоцкого конкретика ну что было что стало его только начал вот я прошел практику на практику меня научился построил себе арт схему своей компании и я понял после построения что мне нужно годовое обучение высоцкого я пойду к нему учиться и буду потрачу 3 миллиона на обучение и будем обучаться всей нашей команды через год смогу что нибудь чем-нибудь поделиться я думаю гриши мы вернемся обязательно через год и спросим задаем этот вопрос снова тогда он будет актуален так потом вопрос какие планы ставите по продажам на месяц планы над по продажам на месяц порядка около четырех миллионов на месяц место и планы потому что опять же повторюсь я обучаюсь у меня нету сейчас цели по повысить планы продаж очень-очень много потому что я весь в обучении как утисты кучкой кадров как происходит обучение текучка кадров Ну, сейчас ее практически нету, обучение. Я сейчас взял себе HR-менеджер, и он у меня будет заниматься кадрами. И я думаю, что этот вопрос у нас сам собой отпадет по кадрам. Теперь, какой горизонт планирования у тебя вообще в принципе в компании? Какие планы на дальнейшее расширение или развитие бизнеса? Ну, я так понимаю, первый план, этот как раз Высоцкий, а остальные планы-то пока немножко отодвинул. Да, план Высоцкий, сейчас побывал у Губановых, и планы тоже немножко будут меняться. Хочу фабрику, как у них, у них уже не просто мебельщики, у них полноценная фабрика. Твой потом Саблин, потом ребята Губановые. Да, чтобы посмотрели, там просто вы не представляете, что у них происходит и какие они крутые мебельщики. Они, ну, просто монополисты, мне кажется, скоро будут во всей Нижегородской области. Ну все, друзья, в принципе, на все вопросы мы практически ответили. Если нет, обязательно в комментарии пишите. Если какие-то остались вопросы, я думаю, Гриша сможет смело ответить на каждый вопрос уже адресно, в самих комментариях. Он обязательно будет читать. Всем спасибо за внимание, смотрите следующие ролики. И если у вас есть какие-то крутые мебельщики, к которым можно вот так напроситься в гости, ну или вы являетесь таким, пишите там в личку или пишите куда-нибудь в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить вот такой очередной выпуск. И до встречи в новых выпусках. Поверьте, это того стоит. Пусть он приедет к вам и запишет про вас ролик. Это круто. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok